Всем привет! Вы на канале Custom RC. Очередной влог на канале. Вот так вот он стандартно начинается в моей мастерской. Старой мастерской. За последние два месяца у меня произошли некоторые изменения. Сейчас я вам все подробно расскажу. Поехали! Это моя мастерская, в которой последний, наверное, год работал. Как видите, она совсем небольшая. Многие говорят, что на видео она выглядит большой. На самом деле нет. Она шириной 2,30 по-моему и длиной около 3 с чем-то метров. В общем, очень маленькая. Все очень компактно. В последнее время я перестал здесь помещаться. И, собственно говоря, встал вопрос о том, что нужна новая мастерская. Потому что места реально не хватает. Нужно расширяться. В общем, сейчас здесь бардак, потому что я перевожу все в новую мастерскую. То есть здесь останется только станок. Это будет станочная комната, чтобы все вот эти грязные работы, там, когда станок работает, пылит, это все. Все оставалось здесь, чтобы не пачкалась зона сборки, там, и так далее. Зона хранения. В общем, для понимания. Вот это вот моя мастерская. Она вот такая вот маленькая. Маленький домик. Обычно каркасные технологии, самые вообще простые. А вот это вот новая мастерская. И сейчас я вам все расскажу, как проходила стройка. Буквально два месяца назад здесь, вот здесь сидела собака. Сидела собака, радостно веряла хвостом. Теперь она сидит в другом месте, не переживайте за нее. А здесь выросла огромная мастерская. Ну что, добро пожаловать. Та-да-дам. В общем, здесь немножко все в таком же наваленном режиме. Потому что параллельно работаю, собираю шерпы. И параллельно еще как бы все устаканиваю, все кладу на свои места. То есть, поэтому на бардак пока не обращайте внимания. Несколько дней назад собрал вот этот вот стол. Вот сейчас все вам расскажу. Хотел вам снять влог, когда уже все полностью будет готово, все будет красиво. Но мне кажется, этот процесс такой бесконечный. Постоянно будут какие-то улучшения, постоянно будут какие-то доработки. Поэтому вот в таком вот режиме. Сейчас на экране вы видите фотографии о том, как происходила стройка. То есть, сначала залили фундамент. Буквально за три дня его сделали. Затем начали класть блоки. Блоки я клал сам со своим другом. Спасибо, Саня, что помог. В общем, подняли коробочку. Дальше накинули крышу. Тоже опять с Саней делали. Все получилось классно. После того, как сделали крышу, приехал мой тесь Александр Алексеевич. Сделал проводку всего этого добра. То есть, проводка очень качественная. Все прям по ГОСТам. Все как должно быть. Потом, после того, как сделана была проводка, я зашил потолок утеплителем. И поставили систему отопления. Здесь у меня это выступает роль такой кондиционер. Инверторная система. Она работает, как и летом в жару, как и обычная кондишка. Также работает зимой, как на обогрев. До минус 22 она эффективно работает. Получается равномерный прогрев всей мастерской. То есть, я выставил 20 градусов. И за счет того, что воздух гоняется постоянно. То есть, и внизу на полу все тепло. И вверху. То есть, обычно здесь работаю футболкой. Сейчас вот кофту не успел снять. 20 градусов. Комфортная температура. Все стабильно работает. Растут электричество минимальные. То есть, получается, что он затрачивает киловатт электричества. Двое 3,5 киловатта тепла. Это очень экономит средства. Далее. После того, как я включил отопление, покрасил стены. Здесь, значит, стена белая. Эта стена тоже белая. И вон та стена тоже белая. А вот эта стена серенькая. Не знаю, как видно на видео, но на контрасте видно. Серая и белая. Вот. Сделал так, чтобы просто чуть-чуть было какой-никакой стиль. Вот здесь вот планируется логотип с подсветочкой. Скоро вы его тоже увидите. Далее. Пол. Пол, пол, пол. Пол у нас вот такое вот имеет покрытие. Это эпоксидное покрытие. То есть, просто бетонная плита сверху покрыта этим покрытием. Оно износостойкое. Такое используется на складах, в гаражах, в автосервисах. В общем, я считаю, лучшее решение для мастерской. Оно больше, собственно говоря, и не надо. Далее. Столы. Столы из ламинированной фанеры. 18-я ламинированная фанера. Очень классная. Дорогая, правда. Но все-таки один раз делаешь, лучше сделать качественно и хорошо. Крепятся они вот таким вот образом к стене. Соответственно, никаких ножек нету. И удобно ходить вдоль стола. То есть, ты ногами ничего вот так вот не задеваешь, когда на стуле катаешься. Новое кресло себе взял, чтобы спина моя больная получала удовольствие, когда работаешь. Высота столов 900 миллиметров. Это советский стандарт, по которому, условно говоря, это стол для работы стоя. Потому что стоять полезно, не всегда надо сидеть. Но мне с моим ростом, даже сидя, комфортно работает за этим столом. Этот стол 900 миллиметров. Он идет вот так. Вот это вот стол Лехи. Я специально ему поставил столик. Он тоже начинает обживаться. Вот он своими хот-вилсами занимается. Тут что-то делает, смотрите. Тачки разобрал, что-то там каркас какой-то покрасил. В общем, парень занимается своим делом здесь со мной. Это новый принтер. Про него потом. Купил еще вот такую штуку. Здесь всяческий инструмент. Здесь винтики. Сюда прикрутил стоечку из старой мастерской, где у меня все мои отверточки. Все то, чем я пользуюсь. И к этому всему надо еще сделать стойки и прикрепить колесики. Почему так? Потому что, немного поработав здесь, я понял, что располагать инструмент на всей длине, это нерационально. То есть он постоянно растаскивается и постоянно вот так вот ходишь, бегаешь, ищешь, где отвертку какую оставил. Я решил сделать вот такую стойку со всем инструментом. И она будет на колесиках подкатываться туда, где я работаю. Решил разделить рабочий стол на зоны. То есть он там, зона заливки, где я заливаю. Вот это зона металлообработки. Здесь гриндер. Это у нас сверлийный станок. По гриндеру выпущу отдельный ролик, посмотрите. Классная штука. То есть у нас зона металлообработки. То есть поточить, что-то посверлить. Сверла здесь. Здесь пока шерпы так стоят просто. Здесь будет стеночка. Вот так вот здесь. И вот здесь. То есть вот это угол. Это будет покрасочная зона. В столе сделаю отверстие. Туда поставлю решетку. И снизу подключу, вот так сюда подключу вытяжку. Вытяжка уже есть, гофра есть. И прям туда ее на улицу выведу. То есть когда работает покраска, когда работает какое-то шкурение, будешь просто включать вытяжку. И все будет улетать наружу. То есть чтобы здесь ничего не пылилось. Ну и далее после того, как здесь ставится стеночка, как закрываю покрасочную зону. Следующий идет зона пайки. Паяльник уже здесь пристроился на свое место. Вот и дальше уже потом вот этот прямой стол. Это чисто будет всегда чистый пустой стол. Там с какими-то минимальными коробочками. Это чисто зона сборки и прочее. Плюс ко всему, значит, добавил такой полки. Также по всему периметру почти. Они сделаны для хранения всяких моделей и прочего. Ну и плюс дальше я буду вверху полочки ставить. Вот здесь полочки ставить. Они вот, кстати, куплены. Вон они лежат. Тоже надо прикрутить. Так, здесь у нас стеллажи. Зона хранения. Значит, здесь запчасти всякие. Там аппаратуры, двигатели, аккумуляторы, в общем, регуляторы. Прочее, прочее, прочее. Ящики для шерпов. Здесь тоже зона хранения. Двойные стеллажи в длину, чтобы какие-то габаритные вещи я мог сюда спокойно грузить. Так, здесь еще дополнительный стеллаж вот здесь. На этом стеллаже у нас пластик для 3D принтера. Ну, тут пока непонятно, что. Сами 3D принтеры один, второй. И вот третий будет располагаться здесь. Это рабочий стол компьютерный, то есть на котором я проектирую. Музыка, картина, все, в общем. Старое кресло мое, кто помнит его. Здесь высота стола 720 мм. Это сделано для удобства работы именно за компьютером. На самом деле получается очень классно, удобно. Спокойно расслабляешься, откидываешься, и руки кладешь на стол, и полноценно работаешь. И изюминка. Это вот этот вот центральный стол. Вот такой вот он. Тоже 18-я ламинированная фанера, сразу выпиленная в размер метр на два. Сделал такую раму из брусков строганых. И, конечно же, колесики, потому что колесики нужны для того, чтобы этот стол мог вот так вот кататься. Сейчас его подвину. То есть, когда мне удобно, я могу выставлять его куда угодно. Вот, например, вообще по проекту он у меня должен стоять в центре. Ну, например, в центре он, может быть, не всегда удобен, когда стоит. То есть, например, сейчас он в центре стоит, и над ним есть специальный светильничек. Вот такая красота. Отдельно освещаются зоны. Вечером посидеть в полумраке, в таком, знаете, приглушенный теплый свет, очень приятно. Ну, посидеть, подумать, может быть, чертежи какие-то покрутить. Здесь, соответственно, колесики фиксируются, и он может стоять стационарно. Ну, когда здесь вот он не нужен, соответственно, берешь и просто его отодвигаешь в сторонку. У него высота нечто среднее между вот этим столом и компьютерным. Тоже очень удобно. Под свой рост делал, чтобы мне было комфортно на нем. В общем, буду здесь потихоньку обживаться, потому что надо параллельно и работать, и по-хорошему бы, конечно, все за там несколько дней перетащить, все разложить, но на самом деле в процессе работы начинаешь понимать, что к тебе удобно, а что неудобно. И многие вещи переделываются, перекраиваются. Поэтому в дальнейших влогах вы все будете это видеть, какие-то изменения, какие-то доработки. Буду с вами делиться, может быть, чем-то интересным, им-то интересными решениями. Ну вот, такой вот у меня влог получился. Спасибо, что посмотрели. В общем, ждите следующие выпуски. Сейчас они пойдут почаще, потому что уже все построилось наконец-таки. Из режима авральной стройки мы вышли. Поэтому дальше работаем, смотрим ролики, ставим лайки. Всем спасибо и до скорой встречи. Всем пока.